ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ В подвалах двух домов на улице Горинский бульвар зафиксированы протечки. Вместе с представителями управляющей компании Евгений Жирков осмотрел эти помещения. Проблемы существовали всегда. На встрече жильцов, собственников домов, мы обошли подвал Горинского один, выявили недочеты, которые будем устранять. В принципе, у нас это текущая работа, случаются периодически какие-то заливы, аварии, так сказать. Все устраняем и в дальнейшем также будем работать, сотрудничать и с жильцами, и с собственниками. В подвале мокро, в квартирах некомфортно. Из-за неравномерной подачи тепла жителям первых этажей холодно, а верхним жарко. У нас нет утеплителя на потолке подвала, на полу технического этажа. И в связи со всеми вот этими, скажем так, их очень много фактов. Они все изложены в нашей коллективной заявке. Я могу что-то вот сейчас устно забыть, упомянуть. Но дело в том, что это все как раз и приводит. Это все халатное отношение, управляющее компанией лидер эксплуатации, приводит к этим последствиям. Также глава города остался недоволен качеством уборки снега в жилом комплексе. И принял решение закрепить за микрорайоном специалиста, который будет помогать в решении вопросов. Могу подтвердить проводовый жителей, который пишет и на почту Андрея Юрьевича, и мне на почту, и в соцсети. Значит, действительно много вопросов. Новый микрорайон. К сожалению, он достался компании лидер по достройке. Здесь были обманутые дольщики. И дома какое-то время простояли. И я думаю, что плюсы чуть-чехарда с кадрами самой управляющей компании, вот это повлияло и на все то, что жители сегодня говорили, и что нужно исправлять. Те подвалы и сухие, и сырые. С ними нужно работать. Ну и пользуясь случаем, жители Нового Измайлова поинтересовались у главы, когда появятся дополнительные парковочные места. В этом году обязательно мы нашли несколько земельных участков вдоль объездного шоссе, непосредственно на территории микрорайона порядка 140 мест. И в этом году мы договорились с компанией лидер, которая непосредственно здесь работает в этом микрорайоне. И в этом году мы до конца сентября эти площадки нашим гражданам предоставим, проживающих в этом микрорайоне. В ближайшее время в администрации города состоится повторная встреча с жителями, застройщиками и обслуживающей организацией, на которой будут обозначены конкретные проблемы и сроки их выполнения. Лина Гречишникова, Валерий Сахнов, Большая Балашиха, Лайф. Городской репортаж.